Эту игру в Челябинске ждали с нетерпением и надеялись только на победу. Первый домашний матч сезона против новичка КХЛ «Лады» – отличный повод порадовать соскучившихся по любимой команде болельщиков. Арена была заполнена под завязку. Даже шайбе негде было упасть. Конечно, ждали, когда начнется регулярка в нашем родном Челябинске. Конечно, мы должны были забивать больше. Шансы же были. Первые минуты показали, что там счет уже 3-0, по крайней мере. Чтоб вот тут вот было не бронзовый призер, а победитель, собственно, Кубка Гагарина. Начали челябинцы за здравие. Уже в дебюте игры Виталий Кравцов с классной передачи Максима Шабанова открыл счет на табло. Но, как оказалось, это последний позитивный момент в матче для хозяев льда. Сначала все тот же Кравцов угодил под жесткий силовой Березина, которого тут же повалил на лед Блажиевский и схлопотал 2 минуты за грубость. Ладе хватило нескольких секунд, чтобы реализовать численное преимущество. Отличился Скотт Космачук. А апатия-то какая, вы посмотрите. Ведь было время, когда мы болели, мне казалось, бетон проломится. Были времена. Мы тут с первого дня на этой арене. И то, что было сегодня, это же ни в какие ворота. Проигрывать можно, бесхарактерно проигрывать нельзя. А со второго периода уже Лада забрала нити игры в свои клюшки и чувствовала себя как дома. Подопечные Олега Браташа стали играть жестче и активнее челябинцев. И в третьем периоде это принесло свои плоды. Сначала канадец Трой Джозефс вывел Тольяттинца вперед. А финальную точку поставил попугаем, поразив уже пустые ворота. Игра закончилась под оглушительный свист трибун. После игры в раздевалке трактора царила гнетущая атмосфера уныния и подавленности. Надо было решать еще в первом периоде. То есть в первом периоде переигрывали соперника. И нужно было забивать больше шайб. Там забили одну, вторую, вторую не засчитали. Потом как-то игра выровнялась и пошли уже такие качели. Я не знаю, просто не реализовали свои моменты. Надо пять на три забивать. Обычно если пять на три не забиваешь, игру проигрываешь. И они свой момент реализовали. Из пятака закопали. Трактор опять полностью проиграл свой пятак и вчистую уступил по силовым приемам. Но после матча и пресс-конференции Анвар Детеатуллин вновь седовал на плохую реализацию моментов. Слабую игру в неравных составах и даже на травму Кравцова. Дескать, это одна из главных причин досадного поражения. Создавали моменты, где-то опять подвела реализация. После повреждения у Виталика Кравцова заканчивали игру все в три звена. Наверное, где-то не хватило сил, чтобы найти вот этот момент и завершить его. Эти песни-отговорки от рулевого чернобелых уже стоят комом в ушах челябинских поклонников хоккея. Сейчас все идет к тому, что трактор может снова провалиться и оставить Челябинск без плывов, как и в прошлом сезоне. Пока челябинцы держатся на плаву, идут на пятой строчке Восточной конференции. Но насколько хватит команду в этом регулярном чемпионате КХЛ? А впереди непростые матчи с минским «Динамо» и автомобилистом. Василий Ермоленко, Артур Позлеев, 31 канал.